Смотрите, просто кошмар. Все мое имущество осталось под водой. Пропали и продукты, картошка и лук. И так после каждого дождя. Дождевая вода из канала Жана Щеку стремилась в дома шимкенцев. Большой поток сначала вырвался на проезжую часть, затем залил дворы частного сектора и жилые постройки. Как только начинается дождь, двор начинает топить. Есть речка поблизости, куда должна уходить дождевая вода. Но кто-то решил прямо на канале построить дом. В итоге воде некуда деться, и она выходит из берегов прямо на улице. А нам в результате приходится спасать имущество. Подтопления здесь постоянные. На помощь горожанам прибыли специалисты альфа-арабийского акимата. Они подтверждают, что оттоку воды действительно вмешают искусственные преграды. Их установили сами шимкенцы. Местные жители построили дома и сараи вдоль канала. Поэтому подобраться к нему и очистить не представляется возможным. В результате вода выходит из берегов. У местных жителей есть дополнительная версия причины подтопления. Это труба, которую коммунальщики протянули по улице Казабекби от канала Жана Щек к реке Кошкарата. Говорят, что она слишком маленькая диаметром. Поэтому и не справляется с дождевыми стоками по проспекту Рыскулова. Вот и устремляется вода бурным потоком на улицу Дулатия. «Необходимо увеличить диаметр этой трубы. Если это сделать и спустить трубу по Казабекби, то мы все избавимся от подтоплений. Раз и навсегда. Неужели это нельзя сделать?» По словам специалистов, которые, кстати, провели исследование, проблему решить можно. Для этого надо установить здесь железобетонный лоток. Дальше этого предложения дело пока так и не сдвинулось. Жители улицы Дулатия тем временем с ужасом ждут очередного прогноза синоптиков. Дежурство во время проливных дождей в круглосуточном режиме пока остается для горожан единственным спасением.